Оказавшись в сказке, главное выбрать правильный наряд. Из аксессуаров – головной убор, который должен отвечать выбранной роли. Маленькая Алиса, разумеется, принцесса корону выбирала с умом. Потому что там она в серебре и красные блёстки. Выполнять волшебные задания, интересные детям и взрослым. Попадая в волшебную страну сказок, родители тоже превращаются в принцев, принцесс и других персонажей. Детям очень нравится то, что они попадают в мир сказки. Очень хочется ребёнку показать. Тем более, сегодня здесь будут проводиться мастер-классы. Аквагрим, шоу мыльных пузырей, театр теней и ещё множество различных площадок, на которых дети могут испытать свою силу, ловкость и сообразительность. Большой популярностью пользовался и самый страшный представитель квеста – трёхголовый змей Горыныч. Когда идёшь туда, не знаю куда, запросто можно встретить и чудо чудное, и диво дивное, и даже вот такого страшного змея Горыныча. Но если его правильно покормить, он вас не тронет и ничего плохого вам не сделает. Фрукты, овощи, кабачки, баклажаны, огурцы – вот его рацион на сегодня. Кушай, кушай, мы хороший. За основу взяты и русские народные сказки, так и ребёнок может сочинить свою. Потому что сказки, они, конечно, не читаются, они пересказываются устно. И мы даём ребёнку такой шанс. То есть при входе он получает некий путеводитель, где он, ориентируясь на площадках, может ещё дописать что-то своё. Очередной детский квест в доме-усадьбе Алексея Толстого пройдёт после праздника Яблочного Спаса 22 августа. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.